Девушки отдыхают Здравствуйте! В студии с вами Степан Казанин и... И мама, это не то, что ты подумала. Чего? Извините. Начнём. Верховная Рада рассматривает вопрос о признании однополых браков. Для некоторых наших телезрителей я поясню. А дело в том, что рядом со мной раньше сидела прекрасная телеведущая новостей Елена Кровец. Да, но теперь со Степаном буду я. И так будет всегда. А почему? Потому что руководство канала решило, что у нас со Степаном получается лучше. А Евгений имел в виду вести новости? И не только. У нас просто есть ещё один совместный проект, но это секрет. В эфире новости. Да, извините. В эфире новости. Я расскажу вам о новостях на авторынке, а Степан расскажет вам новости моды. Нет. Давай лучше я расскажу о новостях на авторынке. Чё, ну ты же в моде лучше разбираешься. Прекрати. О новости авторынка. Компания Фиата выпустила чисто женский автомобиль. Продолжит Евгений Кашевой. А КАМАЗ снова победил в ралли Париж-Дакар. И мы поздравляем этих настоящих мужиков с победой. Далее новости культуры. Выбирай, про кого будешь считать. Про Элтона Джона или про хор турецкого? Пипец. Какие новости. Других нет? Ну, про Мадонну есть. Вот. Я читаю новости про Мадонну. Пожалуйста. Про женщину. Пожалуйста. А Мадонна поддержала гей-парад в Стокгольме. Ну, Господи, да что ж такое? Да. Сенсационная новость. Наконец-то мужчине удалось забеременеть. Степан? Я здесь ни при чём. Извините. Я напоминаю, что вы смотрите новости на телеканале «Один плюс один». Заткнись, а. Я ещё раз прошу прощения. Просто мы со Степаном недавно вместе, и наша пара ещё не притёрлась друг к другу. Заткнись, я тебе говорю. Извините. У нас новости спорта. Недавно на чемпионате мира по вольной борьбе российский спортсмен поборол азербайджанца. Что же опять такое? Ему сложно было бабу побороть или что? Ну, нормальные новости. В чём дело? Вот, пожалуйста. На археологических раскопках были найдены останки гомо сапиенс. То есть точно таких же людей, как и мы со Степаном. Ничего я не гомо сапиенс. Да хорошо. Вот. В Конго оппозиция съела президента страны. Угу. Просто съели. Просто съели. Вот ничего с ним перед этим не делали, просто съели. Просто съели, ничего не делали. Слава Богу, хоть одна хорошая новость. Странный ты какой-то. Мы продолжаем. Сегодня во всём мире празднуют День Матери. Ты, кстати, своей маме позвонил? Да, позвонил. И ещё раз позвоню после выпуска новостей, чтобы она не переживала. Видишь, какой ты молодец. Видишь? А по статистике сыновья звонят своим матерям в шесть раз реже, чем дочери. Я, к примеру, ещё не звонил. Скотина. Я... Не, так я позвоню. Ты же мне напомнишь, чего? Я напоминаю, что у нас новости сельского хозяйства. Да, извините. Как сообщили наши агрономы, в Украине закончились пассивные работы. Пассивные. Пассивные работы, которые впоследствии приведут к активному сбору урожая. Какому? Активному. Значит, работы-то всё-таки были пассивные. Извините. Самым красивым мужчиной по версии журнала Вива признан Александр Педан. Что ты несёшь? Что? Ну, никакой он не педан. А кто? Нормальный мужик. Я тебе говорю, педан, у него даже в паспорте написано. Твою мать. Они уже в паспорте об этом пишут. Извините, настало время народной лотереи, и лототрон уже готов, и сейчас Степан возьмёт у меня шары. Не буду я брать у тебя никакие шары. Чё ты нервничаешь? Ты не заболел, слушай. Можешь тебя домой отвезти, в постель? Не надо меня ни в какую постель. Хорошо. Просто прогуляемся давай тогда. Не буду я с тобой гулять. Чё ты орёшь, как девочка? Я не девочка. Хорошо, я девочка. Во! Что? Во! Да у тебя же всё про это сегодня. Да про что про это, я не понимаю. Да всё ты понимаешь. Ты специально такие новости подобрал. Какие? Ничего я не подбирал я. Ну, пожалуйста, в Гренландии два голубых кита выбросились на берег. Ну? Случайно? Два голубых кита. Нормальные новости, я тебе говорю. Вот дальше, смотри, новости о погоде. Да, конечно, о погоде. Да, значит, завтра на всей территории Украины потеплеет. Ну и что? Что? Ну и что мне теперь, платья напялись? Что, в лифоне выйти, да? Чтобы все уже понимали, чтобы ни у кого не вызывало сомнений, что Степан Казанин голубой. Что, правда, что ли? Ты знаешь, ты извини, я не смогу с тобой новости вести. Я лучше сам как-нибудь. Не, 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 подожди, ты всё неправильно понял. Что ты тут неправильно понял? Ты повёрнутый на этой теме. Что я неправильно понял? Я тебе говорю, я думал, ты специальный новости. Не надо было ничего думать, в конце концов. Ребята, привет, извините, пожалуйста, я знаю, я опоздала, но у меня уважительная причина. Подожди. Мама? Это она. Дорогие друзья, хочу с вами поделиться радостью. Завтра я, ваша любимая ведущая новостей Елена Кровец, выхожу замуж. А за кого? За одного очень успешного, симпатичного и известного бизнесмена. Ты его не знаешь, Степ. Поздравляю, Ленка. Спасибо. Мама, а как тебе Евгений? Чего он? Ты чего, оси, что ли? Два голубых швитов. Подожди, Жень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok